Тема сегодняшней нашей лекции Организация лечебно-профилактической и неотложной помощи детям с синдромом танзелита в условиях поликлиники Гипертрофия нёбных миндалин встречается у 35% всего населения 87% из них дети и подростки Гипертрофия нёбных миндалин часто сочетается с аденеидитами Это свидетельствует об общей гиперплазии лимфоидной ткани Распространенность патологии данной детской популяции чаще всего ассоциирована с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями Причины, которые вызывают гипертрофию нёбных миндалин В первую очередь это воспалительные и инфекционные заболевания Чаще всего вызванные острыми респираторными вирусными инфекциями Кроме того, гипертрофию могут вызывать рецидивирующие течения Невоспалительных патологии рта и глотки Например, аденоидит, стоматит, кариес, фарингит И различные другие инфекционные болезни детского возраста Это кори, краснуха, скарлатина Часто встречающийся сейчас мононуклеоз и другие инфекции Снижение иммунитета также способствует гипертрофии инфекции Порождая активацию там населяющей эти миндалины флоры Способствует этому гипометминоз Нерациональное питание Плохая экологическая обстановка Переохлаждение миндалин Например, в жаркую погоду пьет холодные напитки или едет мороженое Или детки при затруднении носового дыхания дышат ртом Ну и различные эндокринные заболевания Участвует в этом также и наличие лимфатика гипопластического диатеза Если говорить и разбирать патогенез То у детей до 3-4 лет У которых очень часто встречается гиперплазия нёбных миндалин Имеется недостаточность клеточного иммунитета В виде гипицита Т-хелпера Это препятствует трансформации Б-лимфоцитов в плазматические клетки И соответственно выработке антител Постоянный контакт детей маленьких с бактериальными и вирусными антигенами Приводит к чрезмерной продукции функционально незрелых Т-лимфоцитов Лимфоидными фолликулами миндалин или гиперплазия Инфекционные воспалительные заболевания носоглотки Сопровождаются усиленной продукцией слизи Она стекает по задней стенке глотки Оказывает раздражающие действия на нёбные миндалины И вызывает опять же их гипертрофию Аллергические реакции также играют важную роль в патогенезе Они вызывают дегрануляцию мостоцитов или тучных клеток Скопление в паренхиме нёбных миндалин большого количества эльсинофила На долю инфекционно-воспалительных заболеваний нёбных миндалин Приходится от 20 до 40% случаев Особенно в группе часто болеющих детей Увеличение или гипертрофия миндалин Может выражаться различными терминологическими словами Это может быть ангина, острый танзелит, танзелит-синдром, хронический танзелит Слово ангина это более обширное понятие И оно не очень сейчас связано с заболеваниями нёбных миндалин Мы об этом поговорим попозже Итак, что такое ангина? Это остроинфекционные заболевания с поражением миндалин Которые сопровождаются выраженными симптомами интоксикации Роль миндалин очень велика Они действуют как фильтры, которые вылавливают микробы Которые могли бы попасть в дыхательные пути И вызвать там инфекционные заражения Как раз в миндалинах происходит первичный контакт с антигеном Его идентификация, а также формирование местного и системного иммунитета у ребёнка Миндалины вырабатывают антитела для борьбы с инфекцией Но иногда сами инфицируются бактериями или вирусами В результате чего воспаляются и увеличиваются На данном слайде вы видите кольцо Вальдейра Пирогова Здесь есть несколько миндалин, которые могут вызывать воспалительный процесс Наши нёбные миндалины, о которых сегодня идёт речь Здесь указаны под цифрой 2 Кроме того, тонзиллиты и тонзиллофаренгиты Могут вызываться ещё теми фолликулами Которые рассеяны на слизистой оболочке задней стенки глотки Под цифрой 5 вы их видите Ну и наконец, помимо нёбных миндалин, а их парочка Могут воспаляться язычная миндалина Глоточная миндалина И парные трубные миндалины Язычная миндалина под цифрой 1 Глоточная миндалина под цифрой 3 Или носоглоточная миндалина, мы её называем И под цифрой 4 трубные миндалины Они как бы охватывают и встахивают трубу кольцом И при их воспалении, возможно, тугоухость Итак, острый тонзиллит Инфекционно-аллергический воспалительный процесс Который поражает лимфоидную ткань Конкретно нёбных миндалин Тонзиллит у детей Одно из самых распространённых заболеваний И заболеваний чаще всего возникает от 5 до 10 лет И у молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет Самое интересное, что тонзиллит Может повторяться несколько раз в году Почему? Ну, потому что разные возбудители Которые вызывают воспалительный процесс нёбных миндалин Итак, вы видите анатомию нёбных миндалин Зелёненьким цветом обозначены фолликулы с лимфоцитами В лимфоидной ткани А красным обведены крипты Или мы их называем лакуны В которых гнездятся бактерии И могут гнездиться и вирусы Что такое тонзиллит-синдром? Значит, если тонзиллит Это воспалительный процесс нёбных миндалин Или мы его можем назвать Первично-воспалительный процесс Единственный процесс, который вызывает поражение Как самих миндалин, так и вызывает общую интоксикацию Тонзиллит-синдром Это один из симптомов основного заболевания И на первый план, в зависимости от того Какое это заболевание Выступают либо катаральные проявления Например, при респираторных заболеваниях Сыпь при воздушно-капельных инфекциях Если идёт инфекционный мононуклеоз Эпштейнобар То возникает температура И лимфоденопатия Если это заболевание крови При которых может быть тонзиллит-синдром То имеются выраженные гематологические изменения На данном слайде Показаны этиологические факторы Которые могут вызывать тонзиллиты На первом месте, конечно, стоит Бета-гемолитический стриптококк группы А Вы его видите на верхнем самом слайде Цепочками он расположен Стофилококк в виде гроздьев винограда Пневмококк синенький Маракселлы Гемофильная палочка Клипсиеллы Тоже могут участвовать Но в меньшей степени Возникновение тонзиллитов Имеются ещё и специфические тонзиллиты При каких-то специфических заболеваниях Это дифтерийная палочка Гонококк Дальше спирохеты Толеремийная палочка Листерия И даже брюшно-тифозная палочка Которая может вызывать при брюшном кифе Танзиллит синдром Показаны здесь дифтерийная палочка В виде буквы В Гонококк в виде зерен Зёрен кофе И спирохеты Вы видите такие фибрильные Фибриллы На снимочке На этом слайде Показана брюшно-тифозная палочка Листерии И в селезёнке Бактерии Толеремии Но в этом веке В 21 веке Как бы на второй план Отходят бактерии И на первый план Выступают вирусы Чаще всего Танзиллит синдромы Вызывают аденовирусы Однако могут встречаться они И при поражении вирусом гриппа Очень часто сейчас поражаются Эпштейн-бар Вирусом Могут поражаться и вирусами Парагриппа Энтеровирусами Вирусами простого герпеса Особенно не просто Танзиллиты Танзиллофаренгиты И то же самое Можно сказать Ацитомигаловирусы На слайде Вы видите Различные вирусы Которые могут вызывать Заболевание С Танзиллит синдрома К этиологическому фактору Также относятся И грибки Дрожеподобные грибки Родокандида Есть так называемые Другие возбудители Которые мы не можем Отнести Ни к вирусам Ни к бактериям Однако они участвуют В развитии Танзиллитов Это хламидии Мекоплазмы И мы попозже поговорим Об очень интересном Танзиллите Который вызывается Симбиозом Фузобактерий Это веретенообразная Палочка Из пирохита Полости рта На слайде В виде Цветков Ромашки Обозначены Рост Грибов Кандида Вот здесь как раз Те интересные Возбудители Показаны Это хламидии Мекоплазмы И веретенообразная Палочка Из пирохита Полости рта Итак Подведем итоги Этиология Танзилля Фаренгитов Вызывается В 40% Вирусами В 30% Бактериями Где на первое место Выступает Бета-гемолитический Стрептокоп Группы А И в 30% Обычно Возбудитель Не выявляется Он становится Неизвестным Так называемый Мистер Икс Что касается Эпидемиологии То эпидемиология Очень проста Источником Инфекции Является Больной человек Или Бессимптомный Носитель Важную роль В этом играют Конечно Дети Которые посещают Школьные учреждения И детские сады Так как Основной путь Передачи Воздушно-капельный И контактно-бытовой Предрасполагающими Факторами Помимо Переохлаждения Организма Может быть И перекревание Когда ребенок Долгое время Находится В области Активных Лучей Солнца Запыленная Атмосфера Снижение Иммунитета Однозначно Участвует В Патогенезе И как Предрасполагающий Фактор Возникновения Тонзила Фаренгита У маленьких Детей Большую роль Играет Механическая Травма Миндалин При попытке Взять в рот Какую-то Игрушку И падение Возникает Такая Механическая Травма Инфицирование Может быть Экзогенным Или Эндогенным Пути передачи Я уже говорила Воздушно-капельный Алиментарный Контактно-бытовой Особую роль Играет Сезонность Это чаще всего Осенний-весенний Период Когда погода Не установлена И когда Ребенка Можно одеть Не по сезону И иммунитет Притонзилев Фаренгитов Учитывая Такую Широкую Эпидемиологическую Распространенность Нестойкий Если посмотреть Классификацию По МКБ-10 То можно увидеть Что она содержит В первую очередь Стрептококковый Тензилит Далее Выделен Тензилит Острый Который Вызван Другими Уточненными Возбудителями И наконец Острый Тензилит Неуточненный И Имеется Хронический Тензилит Клиническая Классификация Тензилитов Подразделяется На Острые Которые Входят Первичные И вторичные Первичные Обусловлены Характером Поражения Слизистой Оболочки Миндалин И подразделяются На Катаральные Лакунарные Фолликулярные И язвенно-пленчатые Тензилиты А вторичные Мы о них уже Разговаривали Бывают При острых Инфекционных Заболеваниях И при заболеваниях Системы Крови Хронические Тензилиты Могут быть Специфическими И неспецифическими Неспецифические Подразделяются На Компенсированную Субкомпенсированную И декомпенсированную Формы Специфические Наблюдаются При инфекционных Гранулемах Это Туберкулезе Сифилисе Склероме Чтобы Диагностировать Тензилит У детей В поликлинике Необходимо Собрать Полный Анамнез Болел ли Ребенок Ранее Тензилитами Чем Они Купировались Чаще всего Вирусные Были Или Антибактериальные Применялись Или нет Антибиотики При Тензилитах Кроме того Необходимо Проводить Визуальный Осмотр Ребенка Обязательно С обязательной Пальпацией Шейных Лимфоузлов Ну и Наконец Фарингоскопию Слизистой Оболочки Ротоглотки На картинке Показано Как это делать Правильно Ребенка Садит Спиной Мамочка К себе Одной рукой Удерживает Его руки Второй Залоб Прижимает Голову К плечам И ноги Зажимает Чтоб ребенок Сидел Прямо И Не Двигался Таким образом Фиксирует Его положение В более Определенное В более Стабильное Итак Чем же Визуально Характеризуются Танзелиты На всех Снимках Вы видите Гиперемию И увеличение Медных Миндалин Увеличение Медных Миндалин Подразделяется На три Степени При первой Степени На верхнем Снимке Вы видите Миндалины Увеличиваются На одну Треть От видимого Зева При второй Степени На две Третьи И третьей Степени Они соприкасаются Друг С другом Третий Снимочек Боли При глотании Они могут Быть Умеренные Выраженные Сильные И Нужно Обязательно Смотреть Наличие Налетов На миндалин Если Мы говорим Про боли То это Очень легко Диагностировать Если Ребенок Ест Твердую Пищу То Боли При этом Умеренные Если Он Отказывается От твердой Пищи И ест Только Каши Пьет Кисели То Это Выраженные Боли Но Если Ребенок Не хочет Пить Даже Воду И Не Может Проглотить Собственную Слюну Такие Боли Уже Характеризуются Как Сильные Итак По классификации Клинической Перейдем К первой Форме Танзелитов Катаральный Танзелит Чем Он Отличается От Остальных Отсутствием Налетов На Миндаринах Однако Воспалительный Процесс И Мельца И Ребенок Ощущает Сухость Соднение Першение В глотке Боли При глотании Чаще всего Умеренные Температура Нормальная Но чаще Субфибрильная Синдром Интоксикации Всегда Есть Претанзелитов Он Характеризуется Слабостью Недомоганием Может быть Головная Боль Может быть Мышечная Боль Мы Видим Припухлость Гиперемию Гипертрофию Небных Миндалин И Небных Дужа Отмечается Увеличение Лимфатических Узлов Они могут Быть Болезненны При Пальпации Что касается Периферической Крови Если Танзелит Носит Бактериальный Характер То там Выявляется Лейкоцитоз Незначительный Сдвиг Лейкоцитарной Формулы Влево И Умеренное Повышение СОИ Если Все-таки Характер Носит Вирусный То Отмечается В общем Анализе Крови Лейкопене С лимфоцитозом И СОИ Находится В норме Но мы С вами Знаем Что есть Еще Такой Танзелит Который Или Танзелит Синдром Который Возникает При Инфекционном Мононуклеозе Эпштейна Барн Там Другая Немножечко Картина Крови Там Имеется Лейкоцитоз С лимфомоноцитозом И Наличие Атипичных Мононуклеаров Фолликулярные И лакунарные Танзелиты Протекают Более тяжело Чем Которальные Друг от друга Они отличаются Только Характером Налетов На верхнем слайде Вы видите Налеты В виде Маленьких Точечек Это Нагноившиеся Фолликулы Они Располагаются Под Слизистой Это Фолликулярный Танзелит А на нижнем Слайде Из лакун Выходят Налеты Беловатого Или беловато-желтого Цвета Это Лакунарный Танзелит И при том И при другом Танзелите Имеются Выраженные Симптомы Интоксикации Ломота Может быть Боли в Поясничной Болости Обязательно Головная Боль Боли в Суставах Мышцах Потери аппетита Дети Совершенно Не едят При данных Формах Танзелита И даже Может быть Одно-двукратное Рвота Регионарные Лимфоузлы Участвуют В процессе Очень активно Они увеличены И болезненны При пальпации При Фарингоскопии Вы можете Увидеть То Что вы видите На этих Картинках Миндалины Гипертрофированы Гиперемированы И на них Налеты В крови Чаще всего При таких Вот С налетами Танзелита Внизу 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 Возбудитель Его Это Стофилококк Основой Для образования Пленки Вот этой Фиброзной Являются Лопнувшие Нагновившиеся Фолликулы Или Фибринозные Налеты Из Устья Лакун Они Объединяются Между собой Образуя Сплошной Налет Который Иногда Даже Выходит За пределы Миндалин В ряде Случаев Вот такая Такой Танзелит Возникает С первых Часов Заболевания Фибринозную Ангину Иногда Называют Псевдодифтеритической Ложно Пленчатой Подчеркивая Тем самым Что Несмотря На внешнее Искотство Это Недифтерийный Процесс Диагностика В таких Случаев Опирается Только На Бактериологическое Исследование Из Рта Носа И задней Стенки Блотки Я уже Говорила Об очень Интересном Танзелите Который Вызывается Веретено Образной Палочкой И спирохетой Полости рта Или по-другому Называется Танзелит Симоновского Венсана Лаута Здесь Нет Имени Боткина Но Однако Он Именно Он Впервые Описал Данное Заболевание Как Финляндскую Жабу В 90-м Году Симоновский Описал Клиническую Картину Заболевания А в 98-м 1898 Плаут Плаут Венцан Выявили Данные Возбудители Кроме Этих Микроорганизмов При бактериальном Исследовании Часто Очень Выделяются И другие Условно Патогенные Микробы Это Стрептококи И Стафилококи Какие же Предрасполагающие Факторы Для возникновения Танзелита Симоновского Венцана Это Безусловно Снижение Резистентности Организма Это Болезни Кроветворных Органов Недостаток Витаминов Группы В и С Кариозные Зубы Болезни Десен Чем Характеризуется Клиническая Картина На поверхности Миндалин Появляется Язва Покрытая Грязно Зеленым Налетом И Если Этот Налет Убрать То Появляется Гнилостный Запах Обычно Это Одностороннее Воспаление В крови Очень Умеренный Лейкоцитоз И Регионарные Лимфоузлы Увеличиваются Как раз С той стороны Которая Поражена Продолжительность Заболевания Может быть Самой Разной От 1 До 3 Недель Иногда Этот Процесс Сохраняется Несколько Месяцев И Обнаруживается Только При Каком-то Профилактическом Очередном Обследовании Ребенка На данном Слайде Вы видите Стрелочкой Обозначено Кратер Вот Этого Танзелита Симоновского Винсана Особое Место В современных Танзелитах Отводится Герпетическому Танзелиту Который Вызывается Вирусом Коксаки А Обычно Это острое Начало Тяжелые Заболевания Температура Очень высокая До 40 И выше Выраженные Боли При глотании Которые Сопровождаются Выраженной Интоксикацией Головной Болью Мышечными Болями Но так Это Энтеровирус Вызывает То могут Быть Боли В области Живота Рвота И даже Понос И так В области Мягкого Неба На миндалинах На язычке На дужках На задней Стенке Глотки Сначала Появляются Небольшие Красноватые Пузырьки Которые Через 3-4 Дня Либо Лопаются Либо Рассасываются Если они Рассасываются То слизистые Через 4-5 Дней Приобретает Совершенно Нормальный Вид И ребенок Забывает О том Что у него Боли В горле Ежели Они лопаются То тут же Подсоединяется Та условно Патогенная Флора Которая Находится В зеве И образуются Маленькие Афты Которые Вы видите На данном Снимке Это Некрозы Слизистой Они Очень болезненные Ребенок Перестает Кушать Плачет Все время Потому что Болевой Синдром Очень выражен В крови Обозначается Незначительный Лейкоцитоз В последнее время Часто На фоне Антибиотика Лечения И снижения Резистентности У детей Появляться Грибковые Танзелиты Или Фарингомикозы В которых Большую часть Принимает Грибы Рода Кандида Альбиканс И в меньшей Степени Грибы Лептотрикс Букарис Случается Это Как при Снижении Сопротивляемости Организма При Различных Инфекционных Заболеваниях И Дисбактериозе Как кишечника Так и Родовой Полости Температура Тела Надо отдать Должное Либо Субфибрильное Но скорее Всего И чаще Всего Нормальное Миндалины Увеличены И Гиперемированы Иногда Процесс Односторонний Налеты Характеризуются Тем, что Они Рыхлые Очень Они Белые Творожистые Располагаться Могут Совершенно Разными В виде Островков В виде Сплошного Налета В виде Шипов Снимаются Без Повреждения Подлежащей Ткани Исчезают Налеты Если Начинаешь Лечить На 5-7 День Заболевания Регионарные Лимфатические Узлы Могут Увеличиваться Но Могут Оставаться В том же Уровне Как И Без Поражения Дрожевыми Грибками Вы Видите Здесь Различные Налеты При Фарилгомикузе На языке Могут Образовываться Афты На Слизистой Неба Вы Видите На верхнем Слайде Там Уже Появляются Даже Язвочки Мокнуть Они Могут Быть Рыхлые Полностью Заполняющие Ротовую Полость Как На Снимках С правой Стороны Мононуклеоз Встречающийся Сейчас В большинстве Случаев У Детского Населения Это Полиэтилогическое Заболевание Которое Может Вызываться Не только Вирусом Экштейнобар Но и Цитомигаловирусом И Аденовирусом И Вы знаете Что Первая Стадия ВИЧ-инфекции Тоже Называется Мононуклеозоподобная Это Говорит О том Что Этиология У мононуклеоза Может быть Разная Но Большинство Симптомов Сочетается В одном Синдроме Помимо Нарушения Общего Состояния И Длительной Температуры Тела Которую Можно Наблюдать И Три И Четыре Недели И Даже Полтора Месяца В Носоглотке Появляется Затрудненное Дыхание За счет Развития Аденеидита А ночью У такого Ребенка Мать Слышит Храпящее Дыхание Но Из носа Отделяемое Очень Скудное Если Посмотреть Заднюю Стенку Глотки То Там Можно Увидеть Слизистое Отделяемое Которое Течет Из Носа В ротоглотку Вследствие Того Что Воспаляется Носоглоточная Миндалина Появляются Боли В ушах И Гнусавость Речи Бросаются В глаза Очень Увеличенные Шейные Лимфатические Узлы При Эпштейн Бара Мононуклеозе Они Пакетами Очень Большие С деформацией Шеи Если Это Цитомигаловирусный Инфекционный Мононуклеоз Лимфатические Узлы Более Мелкие Могут Располагаться Цепочкой Или же Рассеянные Могут Быть По всей Шее Слизистая Оболочка Задней Стенки Глотки Ярко Гиперемирована Носоглоточные Небные Миндалины Набукшие Гиперемированные И на них Могут Отмечаться Точечные Либо Сплошные Налеты Которые Могут Выходить За пределы Небных Миндалей Я уже Говорила О том Что имеется И определенные Специфические Изменения Со стороны Общего Анализа Крови Это Лейкоцитоз Достаточно Выраженный Он может быть И 30 тысяч И 40 тысяч Но характеризуется Лимфомоноцитоза И появляются Атипичные Мононуклеары В периферической Крови Когда Ребенок Спит И дыхание Носовое У него Перекрыто Большими Увеличенными Аденоидами То он Дышит Через рот Что и вы Видите На левом Снимке А на правом Снимке Вот такие Большие Миндалины Практически Спавшиеся Между Собой Покрытые Полностью Налетом Могут Наблюдаться При Мононуклеозе Но я хочу Обратить Ваше Внимание Несмотря На то Что Такой Выраженный Процесс На миндалинах Визуальный Болевой Синдром Примононуклеозе Выражен Слабо Дифтерия Синдрома Танзелита Она Стоит Особо Среди Остальных Инфекционных Заболеваний Если Это Локализованная Форма То Имеются Нерезкие Боли При глотании Они Увеличиваются Усиливаются Если Дифтеритический Процесс Приобретает Характер Распространенного Или Субтоксического Или Токсического На миндалинах Видны Пленки Они Массивные Толстые Грязно-серого Цвета Они Могут Распространяться На малый Язычок На Дужки На Слизистую Полость Рта На Заднюю Стенку Глотки Уходить В Носоглотку И В Горта Пленки Очень Плотно Держатся С Подлежащей Тканью И Если Попытаться Их Снять То Под Ними Возникает Разивная Поверхность И Мы Иногда Говорим Что Это Явление Кровавой Росы Но Чтобы Добиться Появления Кровавой Росы Надо Ухитриться Снять Эту Пленку С Миндалины Это Получается Очень Трудно Дифтерийная Палочка Которая Вызывает Дифтерию Легко Передается При разговоре Поцелуях Через Игрушки Одежду Посуду Полотенце И другие Вещи Которые Были В руках Больного Скарлатинозный Танзелит При скарлатине Оказывается Тоже имеет место Танзелит Синдром Скарлатина Характеризуется Тремя Основными Признаками Выраженная Интоксикация Явление Танзелита И наличие Сипи Посмотрим Что же Происходит В Зеве В Зеве В Зеве Вязанно-серые Налеты Вплоть До Некротических Но В ряде Случаев Налетов Вообще Нет И Танзелит Может быть Катаральный Обязательно Появляется Выраженный Лимфоденит Лимфоденит Болезненный При Пальпации Могут Возникать Пери Адениты Могут Возникать Воспалительные Процессы Около Миндаликовой Клетчатки С явлениями Микроза Этой Клетчатки Язык В первый День Обложен Налетом Но Начиная С конца Второго Дня С кончика Языка Налет Убирается И К третьему Концу Третьего Дня Он становится Таким Какой Вы видите Его На средней Картинке Он Яркий Малиновый С выраженными Сосочками Поэтому Его Называют Малиновый Язык Что касается Сыпи Сыпь Мелкоточечная На Гиперемированном Фоне Она Имеет Излюбленную Локализацию На Сгибательных Поверхностях Шее В Подмышечных Впадинах И Паховом Треугольнике После Сыпи Появляется Крупнопластинчатое Шелушение Кожи Особенно Выраженное На кончиках Пальцев Рук И Стоп Флегмонозный Танзелит Или его Называют Паратанзелит Что же Это такое? Это Гнойное Воспаление Около Миндаликовой Клетчатки Это уже Осложнение Чаще всего Хронического Танзелита Но может Встречаться И при остром Танзелите Например При Танзелит Синдроме При скарлатине Процесс Чаще всего Односторонний Как это Показано На картинке Сопровождается Очень высокой Температурой 39-40 И даже Выше Интоксикация Такая Что Ребенок Лежит Пластом Не может Поднять Голову У ребенка Озноб Ощущение Разбитости Он Стонет Плачет Резкая Болезненность В горле Это Вот Как раз Тот Случай Когда Ребенок Не может Проглотить Собственную Слюну Первые Симптомы Которые Говорят О том Что Начинает Развиваться Паратанзелит Это Появляется Ирадиация Боли В ухо В сосцевидной Отросток И сустав Нижней челюсти Так как Детки Маленькие Не могут Сформулировать Данные На момент Они говорят Что у меня Болит Ушко Больной Из-за боли Не может Проглатывать Ничего Ни пищу Ни воду Ни собственную Слюну Поэтому Развивается Гиперцеливация Гиперемия Зева Очень Яркая Даже С синюшным Немножко Оттенком Вот это Вы видите Тоже На данном Снимочке Налеты Часто Бывают Они Снимаются И Растираются Инфильтрация Односторонняя Видно Видно Нависание Свода Над Миндалиной При Таком Выраженном Процессе Появляется Гнусавость И Тризм Жевательных Мышц Если Уже Формируется Обсцесс Ребенок Не может Открыть Рот Ему Больно Так Как Это Процесс Гнойный То Изо Рта Появляется Неприятный Запах И У ребенка Наблюдается Вынужденное Положение Головы С наклоном В ту сторону Где Имеется Процесс Воспалительный Региональные Лимфатические Узлы С этой Стороны Также Увеличены И очень болезненные При пальпации Ребенок Не дает Их Пальпировать Убирает Голову Хронический Танзилит Хронический Танзилит Это Длительное Воспаление Небных Миндалин Развивается Чаще Всего После Перенесенных Танзилитов И других Инфекционных Болезней Которые Сопровождаются Синдромом Танзилита Можно Однократно Переболеть Танзилитом И заиметь Впоследствии Хронический Танзилит Чем Он Характеризуется В первую Очередь Это Гипертрофия Миндалин Но Миндалины В отличие От острого Танзилита Все Рубцово Изменены И спаяны Снебными Душками Что Происходит При обострении Налеты На миндалинах Могут быть Незначительные И однако При налетах Практически Нет Гиперемии Болезненности И повышения Температуры Вот это Характеризует И отличает Хронический Танзилит Обострение От острого Танзилита Однако Больной Может ощущать Инородное Тело При глотании В лакунах Если Нажать На миндалину Выливается Из них Гнойное Содержимое С неприятным Запахом Симптомы Интоксикации Не выражены Но они Есть И они Держатся Месяцами Это Проявляется В сонливости Ребенка Неактивности Его Желание Полежать В плохом Эпитете Так что На это Нужно Обращать Внимание Когда Вы будете Смотреть Детей И иметь От родителей Данные Жалобы Какие Осложнения Могут быть После Танзилита Развиваться Может Все Особенно При присоединении Бактериальной Инфекции Начиная От Атитов Могут Быть Ларингиты Отеки Гортани Флегмоны Шеи Вот Стрелочкой Показано Флегмоны Шеи Различные Окологлоточные Абсцессы Шейные Лимфодениты Очень часто Являются Осложнением Танзилитов Тоже У вас Указано Здесь Стрелочкой Ну и Наконец Сейчас Реже Стали А раньше Очень часто Встречались Ревматизмы К счастью Сейчас мы Научились Танзилиты Лечить Особенно От Стрептокока Поэтому Ревматизм Встречается Редко Но зато Участились Случаи Холецистита Как осложнение Танзилитов Редко Но бывают Менингиты Встречаются Нефриты Если это Скарлакина То она Может Осложняться Инфекционно Токсическим Шоком Сепсисом После Стрептококковых Танзилитов Могут Наблюдаться Гломерул Нефриты Неспецифические Инфекционные Полиартриты Ну и Наконец Отек Истоноз Гортани Которые Требуют Уже Неотложной Терапии Если Говорить О тактике Ведением Больных То Чаще Всего Так как Это заболевание Острое И начинается Чаще Всего Во второй Половине Дня То родители В основном Обращаются К бригадам В коры Медицинской Помощи Если же Это Случается Утром То происходит Вызов Врача На дом Педиатр Наблюдает Ребенка На дому Подряд Не менее Трех Дней То есть Посещает Его Активно Соблюдается Преемственность В наблюдении За Танзелярными Больными То есть Если их Смотрела Бригада Скорой Помощи В воскресные И праздничные Дни То их Передают Дежурному Врачу Поликлиники Если Ребенок Очень тяжелый То снова Передают Врачу Скорой Помощи Очень важный Такой Момент При Наличии На Миндалинах Налетов Педиатр Обязан Взять Мазок Из Зево И носа На Карина Бактерию Дифтерии И на Флору И доставить Данные Исследования В бактериологическую Лабораторию В течение Трех часов После взятия Материала Лечение Назначается После взятия Мазка При заполнении Статуса В амбулаторной Карте Обязательно Надо отмечать Характер Гиперемии Наличие Отека Или отсутствие Его На Миндалине Выраженность Боли При глотании Обязательно Надо описывать Характер Налетов Это Плюс Ткань Которая Характеризуется Для Дифтерии Или Минус Ткань Которая Характерна Для Респираторных Вирусных Инфекций И Других Инфекционных Заболеваний Какие Налеты Каков Их Характер Островчатые Или Сплошные Цвет Налетов Какая Поверхность Гладкая Которая Характеризуется Для Дифтерии При Отеке Миндалин Как слива Отечная Миндалина Либо Рельефная Снимаются Налеты Или Нет Далее Обязательно Налеты Размеры То Такого Больного Срочно Госпитализируют В инфекционный Стационар И Приступают Противоэпидемическим Мероприятием В очаге Инфекции Если При Отрицательном Анализе На Дифтерию И Нормальных Показателях Крови И Нормальном Самочувствии Больного При Нормальной Анализе Мочи Больной Выписывается В коллектив Конечно Танзилиты Или Танзилит Синдромы При Других Заболеваниях Могут Протекать В Различной Форме Они Могут Сопровождаться Тяжелым Состоянием Вольного А могут Протекать В легкой Форме Поэтому Имеются Показания Для Госпитализации Это Танзилиты У Непривитых Детей И Взрослых Которые Походят На Дефтеритическое Воспаление Это Танзилиты У детей Из-за Чага Дефтерийной Инфекции Тяжелые Формы Заболевания С Танзилитами Которые Носят Пленчатый Некротический Или Пленчато Некротический Характер Далее Обязательно Госпитализируются Дети Из Закрытых Детских Учреждениях У которых Имеется Танзилит Это уже Эпид Показания Ну и Наконец Госпитализируются Больные С Танзилитом Из Групп Риска Это Учителя Работники Дошкольных Учреждений Медики Кроме Того Обязательной Госпитализации Подлежат Дети До Одного Года С Танзилитами Если У детей Развиваются При Танзилитах Бактериальные Осложнения Если Они Имеют Неблагоприятный Приморбидный Фон В виде Пороков Развития Недоношенности Анемии Какой-то Неврологической Патологии Если На фоне Танзилита Идет Обострение Хронических Соматических Болезней Например Бронхиальная Астма Пилонефрита Или Артрита Или Каких-то Других Заболеваний И Примикс Инфекции Если Танзилит Протекает Например С цитомегаловирусной Инфекцией С кишечной Инфекцией Воздушно-капельными Инфекциями Какой-то другой Этиологии Диагностика В первую очередь Опирается На Данные Анамнеза Болел ли Ребенок Ранее Ангинами Сколько Раз болел Какие Это были Танзилиты Были ли Они Катаральные Были ли Они Пленчатые Были ли Они Фолликулярные Что Помогало В лечении Самоизлечение Полоскание Местное Либо Прием Противовирусных Препаратов Или Антибиотиков Конечно Учитывается Клиническая Картина Которая В основном Состоит Еще Из данных Фарингоскопии Особую роль Играет Общий Анализ Крови Чтобы узнать Это все-таки Бактериальный Танзилит Или Вирусный И Другие Лабораторные Исследования Выделение Возбудителя Из Слизистой Зева И Если Этим Возбудителем Является Стрептокок То есть Определение Титра Антистрептолизина О То Здесь Безусловно Назначается Антибактериальная Терапия Кроме того Может быть ПЦР-реакция С Определением ДНК Возбудителей Такие реакции Как Коаглютинация Может Выявить Антиген Гемолитического Стрептокока В материале Из-за ЧК В течении 30 минут На снимочках Вы видите Колонии На чашках Петри Стрептокока Алгоритм Течения Очень прост Постельный Режим В течении 5-6 дней А Выписывается Ребенок Не ранее 10 дня От момента Заболевания Обильное Питье Что это Может быть Все что угодно И чай И морс Очень хорошо Из клюквы Из смородины Минеральная Вода Без газа И различные Компуты Если Это Стрептококковый Танзелит Или же Бактериальный Танзелит Другая Теология То антибиотикотерапия Обязательно Но при Стрептококковом Танзелите Она не менее 10 дней Должна быть Чтобы не Вызнать Впоследствии Осложнение Применяются Жаропонижающие Препараты Десенсибилизирующие Препараты Витаминотерапия И конечно Местные Препараты Очень важно Довести до Родителей Такую Вещь Что никакие Разогревающие Процедуры Нельзя Применять При Танзелитах Они могут Привести К гнойным Процессам Какой же Антибиотик Лучше Применить При Танзелитах У детей Право Выбора Идет На группу Пенициллинов Потому что Они наиболее Эффективны При Стриптококовых Танзелитах И легко Переносятся Детьми Препараты Первого Ряда Это Амоксицелин То есть Флемоксин Салюта Если же Это Хронический Танзелит И идет Резистентность Возбудителя К антибиотикам То назначают Амоксицелин С клавулановой Кислотой Амоксиклав Аугментин Экоклав У ребенка Может быть Аллергия На антибиотики Пенициллинового Ряда В таком случае Применяют Макролиды Азитромицин Или Торговые Названия Сумамед Азитрокс Хемамицин Мидикамицин Макропен Что касается Цефалоспоринов То их Назначают В крайних Случаях После Пенициллинов И макролидов Широко Используется Цефалексин Суспензия Цефуроксин Или мы его знаем Как зенат И Цефексин Есть и В суспензии Есть и В капсулах Это Супракс Курс лечения Антибиотиками При Стрептококовом Еще раз Повторяю Конзилите Должен быть Не менее Десяти дней Ежели Это Другой Этиологии Можно Опираться На явления Клиники И антибиотики Назначать В течение Пяти Семи Дней Что касается Азитромицина То он имеет Пролонгированное Действие И можно Ограничиться Пятью днями Курсом Лечения Оценка Эффективности Проводится В течение Первых Трех Суток Если Имеется Улучшение У ребенка Значит Данный Антибиотик Можно Продолжить И дальше Нельзя Сокращать Курс Лечения Когда Ребенку Стало Лучше Температура Например Нормализовались Нет Налетов Но Это Касается Стрептокока Он Может Выживать И После Нормализации Клиники И затем Вызывать Осложнение При Грибковых Танзелитах Назначают Противогрибковые Препараты Нистатин Леварин Пимофуцин Низорант Флюкостат Флюконозол При Вирусных Ангинах Естественно Необходимо Назначать Противовирусные Препараты Это Риаферон Липинт Изопринозин Ацикловир Арбидол Виферон И так далее Из местных Анти Микробных Препаратов Можно Применять Готовые Спреи Или Растворы Мирамистейна Перекиси Водорода Юдинола Пенициллина Очень Хороша Фитотерапия Такие Растительные Травы Как Шалфей Ромашка Календула Очень Хорошо Обеззараживают И имеют Противовоспалительный Эффект При местном Применении Не Рекомендуется Смазывать Миндалины Различными Антисептиками Можно Данный Микробный Спектр Разнести По всей Слизистой Миндалине Ухудшить Местный Процесс И Перевести Ситуацию До Гнойного Танзилита У детей Постарше При Танзилите Можно Использовать Различные Рассасывающие Таблетки И мы знаем Стопангин Стрепсис Фарингосеп И так далее Так как Танзилиты Сопровождаются Высокой Температурой То Необходимо Применять Жаропонижающие Средства Если Температура Очень высокая Можно Делать Инъекции Анальгина С ножпой Например С супрастином Если Имеется Так называемая Белая Гипертермия Но чаще всего Все-таки Ограничиваются Параральным Применением Жаропонижающих Средств Сколько Раз Можно Применять Жаропонижающие Средства В течение Суток Не более Трех Раз И длительность Применения Не более Трех Дней Чаще всего Используется Парацетамол Либо в Суспензии Либо в Таблеточках Кроме того Также Популярен Среди Населения Это Ибупрофен Ибуфен Нурофен Торговые Названия А вот Подросткам Хорошо Применять Ибуклин В виде Таблеток Которые Растворяются В воде Ибуклин Достаточно Мощный Жаропонижающий Препарат Он содержит И парацетамол И Ибукруфен Антигистаминные Препараты Применяют В претензилитах В виде Сиропов И Смотря От Чувствительности Ребенка К этим Препаратам В Анамнезе Можно Применять Либо Третьего Поколения Либо Если Выраженный Аллергический Процесс Первого Поколения Супрастин Широко Сейчас Применяются Такие Препараты Как Зертек Зодок Они Хороши В Действии И Но Их Применять Надо Не менее Десяти Четырнадцати Дней Тогда От них Есть Хороший Эффект Чем Они Хороши Можно Применять Один Раз В день Они Имеют Пролонгированное Действие Витаминотерапия Также Применяется При Лечении Танзелитов Витаминов Сейчас Очень Много Различные Комплексы И Их Прием Увеличивает Риск Развития Аллергических Реакций Поэтому При Танзелитах Или У детей У которых Имеется Аллергическая Реакция Лучше Давать Полноценное Питание С пищей Чтобы Они Получали Эти Витамины На фоне Антибиотиков Обязательно Применение Эубиотиков Перед вами Список Этих Эубиотиков Можно Сдать Кал На Диспактериоз Посмотреть Каких Не Хватает Представителей Нормальной Флоры И Назначать Тогда Эти препараты Более Целенаправленно Фитопрепараты Сейчас Широко Применяется Танзелгон Потому Что Он Может Применяться Даже У грудничков В виде Капелек Это Растительный Препарат С Противовоспалительными Несколько Обезболивающими И даже Противовирусными Средствами Какие Критерии Выздоровления Это Стойкая Нормализация Температуры В течение Трех Дней И более Исчезновение Интоксикации И воспалительного Процесса В ротогрудке И Уменьшение Размеров Танзелярных Лимфатических Узбов Хронический Танзелит Лечится С учетом Хронического Процесса Что тут Надо Учитывать То что Хронические Танзелиты Бостряются Не на фоне Воздействия Какого-то Одного Микроба А в результате Воздействия Микс Инфекции Которая Значительно Труднее Поддается Антибактериальной Терапии И Большинство Педиатров Все-таки Являются Сторонниками Консервативного Лечения Хронических Тонзеля Фаренгитов Что Входит В консервативное Лечение Конечно Это Борьба С Патогенной Микрофлурой Миндалин Который Гнездится В лаконах Это Промывание Лакон Различными Антисептиками Полоскание Зева Антисептическими Растворами Это Физиопроцедуры Совершенно Различные На Подчелюстную Область Или Лазеротерапия Применение Местных И Общих Иммуномодуляторов Курс Лечения Такого Консервативного Проводится Два Раза В год Диспансеризация Больные С Конзелитами Наблюдаются Участковым Педиатром По Выздоровлению Это Наблюдение Проводится В течение Одного Месяца Однако Если Есть Какие-то Показатели То есть Появляется Одышка Отеки Боли В суставах Или груди Боли В поясницах То необходима Консультация Специалистов Это Кардиолог Нефролог Инфекционист Отоларинголог Два раза в месяц Необходимо Таким Больным Наблюдаемым Сдать Анализ Крови Через 7 дней После Выписки И перед Снятием С учета Больным Проводится ИКГ И Назначается Медотвод От привилок В течение Одного Месяца Профилактика Самая Эффективная Заключается В чем В своевременной Санации Очагов Хронической Инфекции Это Кориозные Зубы Это Хронический Танзелит Который Надо Два раза в год Обязательно Пролечивать Это Синуситы Ну и Наконец Устранение Причин Которые Затрудняет Свободное Дыхание Через Нос Чаще Всего Определяется Аденендитами И Лечить Их Надо Улор Врача Ну и Конечно Закаливание Которое Включает В себя Правильный Режим Труда И Отдыха Гимнастику Занятия Спортом На Открытом Воздухе И Водные Процедуры Как правило Прогноз Благоприятный Но Если Имеются Повторные Ангины Хронические Танзелиты То Возможные Осложнения Благодарю За Внимание